Готово? Смотри. Брат, ты сейчас куда? Звук новый интернет. Игнать Тихонович, новый интернет подключили, другой совсем интернет. Другую линию подключили. Хорошо, ваши вопросы давайте. Тем более про масонство. Я этой теме отдал 14 лет. Я еще этому Морозу могу подсказать кое-что. Меня за это арестовали, было в обвинении у меня. Хорошо. Так, я все не посмотрел по частям. Считаю, что он все понимает правильно. Хорошо. Ну, священник очень такой интересный. Вы смотрели его лекцию «Люди и демоны», где он на основании, кстати, священного писания Ветхого Нового Завета обосновывает факты демонического влияния на человеческую душу. Это хорошо написано, пишет об этом Березок или кто-то. «Люди и демоны» такое было. Да-да-да. И еще и гуменейн об этом пишет. Да. Ну, пишут-то пишут. Но больше и часто мы узнаем все из священного писания. Из житий святых. Там вполне достаточно огромный материал. Взять Исаакия Печерского, Макария, Киприана Карфагенского и Устину. Какие жития? Как нечистая сила действует на человека? Почему? Я закрыл там. Это такая тема. Серафим Роуз об этом пишет. Да-да-да. Серафим Роуз очень хорошо. Да, я все книги не прошел. С этим материалом я знаком. Тут совсем согласен. Я тоже так же согласен. Ну, дальше. А вопрос по поводу ИГИЛ. Вот многие ребята, которые ну, или хорошо к вам относятся, или сдержанно. И мы обсуждали эту тему. Я говорю, вот, про Игнать Стихновича, что он собрался к этим сатанистам. Все высказали друзья негативно. Все сказали, что никакое благовестия для них не будет. Они полностью зачистили Ближний Восток от христианства. Они просто убьют вас. И все против. Вот хотелось услышать ваше мнение насчет этих сатанистов. Потому что они уничтожают христианство. Понимаете, вот мы слышим то, что нам говорят в одностороннем порядке. Вот в Украине говорят одно о нас. А нам про Украину другое. А мы встретились, и это не сходится очень сильно. Вот сейчас они показывают, американцы, что советские там, советские эти русские разбомбили там госпиталь. А теперь показывают госпиталь еще до ввода туда российских войск. За два месяца это уже было разбомбленное здание. Они сейчас все навешивают на русских-то. Агитация. Врут. Америка, она на одном вранье построена, на грабежах. Еще мы должны верить. Я там был, знаю. И каждому слову. Американцы многие верят. Да так. Да, Россия дала плохой пример. Советское время было. Но нельзя же так каждому слову верить. Что такое ИГИЛ? Я написал об этом президенту. Написал патриарху. У меня целая программа. И нужно, чтобы они приняли, походотайствовали. Я же не говорю, что они там будут меня ласкать или проще. Я не буду ничего говорить без их разрешения. Я буду только молиться. Более подходящей кандидатуры просто не найти. Потому что, во-первых, мой возраст, 77-й год. Явно, что я не террорист. Не против. Дальше. Я знаю Коран. От корки до корки. И, может, намного лучше, чем Даниил Сысоев. У меня целый том написан, 752 страницы. Да, знаем. Я разбираю каждую ссуру. Я в сравнении с Библией. Кроме того, у меня еще дед и все остальные заезжий дом был от мусульман. Так он принимал их. У меня еще оттуда что-то идет. Но хода никакого нет. Министерство иностранных дел меня поблагодарило за такое патриотическое начало. Помочь желаниям. Я же не буду тянуть чужую сторону ИГИЛ. Я говорю-то о России. Но я одновременно говорю о них. Мне их жалко. Смотрят, что убитые показывают. Молодые люди бегут. Это пришло время. Не надо забывать, что рядом Израиль. И все эти штучки, это еврейские штучки. Как это... Эти слова в кинофильме «12» у Михалкова Никиты говорит один. Все это еврейские штучки. Им это выгодно. Выгодно, чтобы весь мир застонал. И сказали, дайте мир. А никто не может дать. Они скажут, мы дадим правителя вот этого Машаха. И он наведет мир. А они все на учете. Если за это дело взялся бы Израиль и ему доверили, он в течение недели бы ни одного бы не оставил живых. Мы понимаем, к чему это идет. Чтобы все возжаждали правители, которые железной рукой даст мир. Пусть будем есть не картошку, а шурки эти. Шалупайку. Но чтобы дети были при мне, не убивали их. Вот о чем речь идет. Это люди, которые туда бегут. Пришло время такое. Пришло. Когда они в куще собраны, легче убивать их. А они везде поднимают. Да Камир-то оскотинился. Они говорят, у нас христиан в Коране написано не убивать. А вы, говорят, убиваете. Да где вы видели христиан? А они во мне увидят христианина. И с ними уже на арабском языке переговоры сейчас пошли. Но мне необходимо, когда мы ехали по Турции, два года назад, тогда другие отношения были. Сейчас и в Турцию ты не попадешь. Нужно, чтобы там дали проход через Турцию. И в Сирии именно с ними надо договариваться. С этими боевиками-то. Чтобы игиловцы приняли. Но они должны знать мою программу. Они начали уже разговоры, переговоры вести. Я знаю, что оттуда не вернешься. А Бог. А Бог. Нас пугали. Не ездите в Чечню. А мы три раза были. Как нас там принимали? У нас заснято это все. Были в Азербайджане. В доме мулы нащибали. Я ходил в мечеть молился. Вот у них был как бы перерыв между намазом. И они там сидели. По стенам. Ну все эти ваххабиты-то. Ну а я зашел. А у меня носки оказались не такие, как надо. Я сквозь кинул и босиком зашел. Меня привели туда к ним. Ну я зашел на середину мечети. И стал молиться с крестным знамением. И вниз тогда склонился. И стал молиться. Когда я поднялся, вокруг меня плотным кольцом они стоят уже. И дальше пошел разговор. У них лица разгладились. У нас пошел другой разговор. Это даже в интернете, как я в доме мулы там беседую с мулой и с его женой. Какая она прекрасная женщина. А на дорогой шли. Ее спрашивают. А это ваш муж на меня? Она говорит, нет, это мой учитель. Отец приехал. Так он православный. Она говорит, я тоже уже православный. Да. Вот какое дело-то. Она душой ближе к православию. Отец Дмитрий Смирнов говорит, мусульмане ближе ко Хрису, чем мои прихожане. Это действительно так. Извините, пожалуйста, что вас перелет. Мы в прошлый раз сами говорили. У меня друзья есть из казаков на Кубани, в Ростове. Они говорят, что их молодежь, которая приезжает в Чечни, из Дагестана. Она очень хорошо срывается. И в алкоголе, и в блуд. И самое главное, не только ребята, и девушки. Очень много девушек, которые кавказского происхождения приезжают и просто начинают буддить с русскими ребятами. То есть вот этого чистого ислама у них тоже мало. То есть говорить, что мы все плохие, а у них хорошо, у них тоже много проблем. Мы видим это. У них и блуд, и наркомания, все присутствует. Мы говорим о псевдо. Псевдо-исламистах. Я встречаюсь с группой мулы. Там имам сидит, мулы сидят. Некоторые вернулись только что с Хаджа в Мекку, в Медину ездили. И разговор идет серьезный. Я спросил, скажите, какой процент сохранения девственности до брака? Они меня даже не поняли, о чем я спрашиваю. Как это какой? Так она и должна быть такая. А у нас в восьмом классе ты уже не найдешь. Что сравнивать-то? У них такие псевдо. Да никакие там половина русские шлюхи. Мы едем здесь, у себя, по Осетии. Это еще российские все эти, мусульманские республики. Ингушетия. Вот понимаете, границу переезжаешь, как будто другое государство. Как они одеты. Если идет такая распупырена, это русская идет. А та одета. Мы были в Болгарии. Она за рулем сидит. У нее только вот лицо, видать, красавица. Я увидел ее, поклонился. Она мне поклонилась. Я показал вот так платок, говорю, как надетая. Я говорю, вот, еще раз поклонился. Она еще улыбнулась, поклонилась. За рулем сидит женщина, мусульманка. Нам разве это лишнее будет? Мы были в Чечне. Там, говорит, головы режут. Я никого не опровергаю. Повторяю. Но с нами было по-другому. Нас заводят они в магазин. И мы не можем отбиться, сколько они нам дают. И хлеба там, и сыру, и помидоры. А что вам можно с собой взять? Вот какое отношение. Понимаете, как Бог делает? Мы зашли в Шенгенскую зону и говорили, самое трудное в Польше. А у нас самое легкое в Польше получилось. Пугали Скандинавию. И там с собакой трудно. У нас же собака была. Нас как по ветру Бог провел, как по воздуху. И все. Я знаю, о чем говорю. И поэтому ответа никакого нет. Я написал письмо Рамзану Кадырову. У меня от него благодарность есть. Рамзану. Но отправить не могу. Не могу. Мне пищать надо поставить. Я полез в голубей. Там застыло все. Я с лестницы сорвался и упал вот на руке еще нашу повязку. Шкура отлетела, тут я ее прилепил. А правой рукой пищать ставить. Я подумал, что это мне Бог знак дает. Снова начал думать. Молиться больше. Ответа никакого от Бога нет. Но отовсюду везде говорят. Не езди, не езди, не езди. Они ничего не примут. Но откуда у меня это желание было? Я молился об этом. Но я же не еду. Я не рвусь на это. Я прошу волю Божию. Вот вы говорите, я это услышал. Ваши друзья говорят, я это услышал. Я сижу спокойно. Но я молюсь все время об них. Каждый день. Мне нужно, чтобы была комната, самой перевозчик. И я буду молиться, разговаривать, когда они пожелают. И быть на самом переднем крае с ними. Мои слова, если будут, они будут тяжелее этих высокоточных ракет. Да. Игнатий Тихонович, мы же с вами как раз в прошлый раз об этом и говорили. Что если вспомним наши традиции, мы старобрядцы. Старобрядцев, вы старобрядцев, я тоже потомок и старобрядцев. Потому что мы, мои предки тоже из Сибири, из Алтая, как и вы. Мой дед, отец. И у нас, у наших предков тоже женщины, девушки все были покрыты. И до революции этот процент был у нас тоже самым. То есть выход, когда я говорил о традиции, я имел в виду, чтобы вернуться к подлинному христианству, а не номинальному. Когда девушка называет себя православной христианкой, а носит короткую юбку, или подходишь к какой-то родственнице или женщине, и говоришь, ну вы соответствуете, как вы говорите, посмотрите на мусульманок, начинает на тебя коситься, злиться, обижаться. Ну, говорю, давайте вспомним наших предков. До революции было. Наши предки до революции все были женщины покрыты. То есть я, как бы, аргумент именно сходится в том, что как было, чтобы вернуться хотя бы к этому. А многие так называемые православные христианки, они именно, ну, верят. Они даже, знаете, бывают как, топик, крестик видно. А для молодого парня, любого себе множество, ты смотришь на нее, если она даже в храме где-то стоит, ну я признаюсь искренне, мне девушке нравится, сразу бросается в глаза. А если она покрыта, даже уже отношение другое. Даже она выглядит как-то уже благородно. Не на букву «Б», как вот ты Максим Степаненко сказал. Вот. Я начальник, создатель детского лагеря, 44 года. Дети разные бывают. И вот скажу, что в Библии заниматься свободное время только один мальчишка был. Он от сектантов. Какая-то новая жизнь или кто-то. Юра, фамилия Бодю. Ребятишки играют, он спортивный, они очень развитые, да почти не развитые. Он Библию открывает, его никто не заставляет. У нас очень строгая дисциплина. К девочке нельзя пальцем прикоснуться. Где девочки находятся в келях, напротив мальчикам нельзя даже проходить. И так же девочкам. Но несмотря на это, они когда где-то что-то там играют, настольный теннис или что-то, бывает друг друга даже ухватят, играют. Хотя за этим и смотрим. Но одна девочка, одетая всегда по полной форме, у нас разрешается детям, мальчики в шортиках бегают, а девочке, чтобы платье ниже колен было. А в церковь идут по полной, не больше 10 сантиметров от пола должно быть платье одето. И вот одна девочка занимается Словом Божиим. К ней отношение другое. Они потихоньку сбоку подойдут, посмотрят где-то. Она такого же возраста. Она с собой прекрасная. Но вот это одеяние, оно как бы дистанцирует их от них. Тут еще непонятно-то. И поэтому русские, которые говорят там где-то насилуют, в Германии вот сейчас было-то, сами провоцируют. Да. Ну, немножко не соглашусь. У них поведение вот из... У меня в Германии как раз же перед тем, как с вами разговаривать, я общался с людьми из Германии, связь была вот такая, как сейчас, нормальная. Не как, когда мы с вами беседовали. Нет, представители вот этих так называемых иммигрантов, беженцев, поведение у них не очень хорошее. Они ведут себя даже не как мусульмане, то есть как захватчики. Но это мнение людей. Да, правильное мнение, правильное мнение. Именно так они ведут себя, жеребцы. Да. То есть нехорошо. Я добавлю, Александр. Вот здесь они приезжают, туркмены, узбеки у нас работают, дорогу строят. Ну и каждая женщина идет, они уже на нее там как-то... Но вот у нас из церкви идут наши, одетые, по полной форме, как голубицы. Они сразу бросают работать и смотрят. Смотрите, наши сестры идут. Он сразу меняется. Как они одеты? Они светятся, буквально, наши люди. У меня пришел на занятия, в разных университетах вел занятия. Ректор. 21 тысяча студентов. И он зашел, на наших занятиях побыл, вышел. А что у вас за люди такие? Я говорю, да отовсюду. Краевая администрация, СФСБ, тут все приходят. Какие люди? У них лица светятся. Я говорю, а вы что, не видите? А я привык. Он 21 тысяча студентов и выделил только нашу аудиторию. Это действительно так. Другие мы сидим во дворе, приезжает директор большого предприятия. Только во двор зашел, вот так встал. А что это у вас тут такое? Я говорю, а что? Занятия идут. У вас какая аура здесь? Аура. Аура, говорит, положительная. Буквально все светится. А мы ведем занятия, библейский кружок работает. Прямо во дворе под березой сидим. Это не наше свидетельство. Вот как. У меня племянник что-то сделал не так. Ехал на дороге, что-то нарушил. Ну, остановили ему там, выписывают. Где ты, деревня только. Приехали в город, порядки не знаете. Он говорит, ну, деревня есть. Так а ты откуда приехал? Он говорит, из Потеряевки. Так ты, может, Лапкина знаешь? Он говорит, а это мой дядя. Он перестал писать что-то. Ладно, поезжай, говорит. Другой он на базаре тут работает, у него кафе. Ну, и зашли, что-то нашли осадок в вине. Вино-то не его, ему привозят такое вино-то. Ну, и давай составлять, писать там, штраф большой-то. А начальник-то ходит и по стенам видит благодарность. Он считает благодарность безруху Павлу Федоровичу за помощь детскому лагерю в поселке Потеряевка. Да хоть еще раз и знаешь их, он говорит. Так, он подошел, а ты, которая пишет, порви бумагу, говорит, не надо ничего. Ну, ты больше не нарушай, говорит, встал и пошел. Понятно, как Бог делает. А вот они на вас нападают. Ну, нападает, это награда. Нельзя так, чтобы Господь, говорит, славу друг от друга принимает, а от единого Бога не ищет. От него надо искать. Ну, а эти нападают сборище сатанинское. Это всегда было 40 киллеров на Павла было. Самый главный киллер это патриархия. Ну, вот по поводу патриархии, вот если продолжить. Когда была плохая связь, я повторю вопрос. По поводу, когда общаясь с священниками, я сам панамарь, ну, в юности панамарился, с юности очень долго. А я с детства тоже горел, как вы, ну, что миссиониста, что проповедь, ну, мне и Кураев, и Осип, и всех. Всех наших богослов я знал с детства. И вас очень давно знаю, завоочно. И часто у наших священников вот это два притопа, три прихлопа, как я говорю. Это смирение, это послушание, это гордость и прелесть. Гордость и прелесть. Это главные медали у них. Главные медали. И я как-то своему знакомому священнику говорю, вот посмотри, вот давай выйдем с тобой, ну, в храм. У нас там два-три человека стоит из молодежи, а давай придем сейчас к новой жизни, ну, к неопротестантским сектам. У них тысячи молодых. А в чем причина? Слово. Ну, ты выйди, скажи два слова, ты привлекай. А он складывается впечатление, что кадилом, наоборот, отмахивает. Люди заходят и боятся. То есть он не проповедует, а он отгоняет людей. Нужна проповедь. Все эти неоязычники, вся эта неопротестантская молодежь, это наша родная молодежь, она должна быть у нас. А должна быть проповедь. Но если ты не умеешь говорить, выйди с Евангелем, прочитай, скажи, люди, Христос любит, придите. Давайте организуем. А нет, наши попы, вот в МП, это только деньги, это только послушание, в кавычках послушание. Потому что какое там послушание? Я же уже приводил пример, когда отец Андрей Кураев был в славе, все аж фотографии показывают. А я с ним сфотографировался. А он мне книжку подписал. Хотя я отца Андрея Кураева видел, но никто мне книжки не подписал. Как только отца Андрея Кураева погнали, все. Книжки пожгли. Книжки пожгли. Это так и есть. У меня как книжки есть, так и есть. Я прямо говорю, он молодец, его позиция правильная, и лобби это нужно выжигать каленым железом. Содомия вообще, это язычество. Вот, кстати, это настоящее язычество, жертва и извращение. Вот, я хотел бы пожелать, если нас будут смотреть люди, чтобы все молились за Игнатия Тихоновича Лапкина. Потому что, кого мы знаем, кто у нас из православных активно миссионерствует, ну, по-настоящему проповедует. Отец Олег Стеняев Кураев и Игнатия Тихоновича Лапкина. У нас людей нету. Остальные боятся без патриархии слова сказать. Олег Пресвитер, Андрей Диакон, а я щтец, ефрейтор. Да, ефрейтор. Ну, кстати, щтец же Дипанамаре-то практически одно и то же? Нет, не одно и то же. Не одно и то же. Щтец имеет право, вот мне дано, проповедовать в храме, когда здесь находятся даже несколько епископов. До этого времени до рукоположения меня, у меня специальный епископ рукоположил, чтобы я мог проповедовать в храме. А до этого я никогда на это не посягал проповедовать. Мы быстро переходим в трапезную, столы опрокидываем, и я говорю проповедь. Правильно. Ну, вот я про это все и хочу сказать, чтобы было бы у нас больше людей горящих. Потому что, вот мой опыт, я заходил к неопротестантам, конечно, в их так называемых таинствах, в их беснованиях не участвовал, а просто наблюдал. И мое сердце, Игнатий Тихонович, обливалось кровью и, с одной стороны, ну, духовно я плакал, а с другой стороны, я внутренне сквернословил. Попы, вы собираетесь на какое-то торжество, знаете, такой пример приведу. Как-то один знакомый зашел, он не очень христиан, не очень православный, так скажем, хотя верит в Бога. И смотрит вот это праздники, толпа попов, он говорит, что тут за парад попов? То есть, если бы все бы шли, ну, хотя бы даже пусть треть, я понимаю, не все могут. Не все могут быть штангистами, не все могут быть, ну, там, я не знаю, хоккеистами. Но хотя бы треть у нас было бы священников проповедующих. Я уверен, что большинство людей из неоязычников, из неопротестантов были бы у нас. Потому что ты только начинаешь говорить с представителями протестантских сект, и видишь, как человек загорается. Он с жаждой Слова Божьего. Говорите, я добавляю свет, говорите. Что большинство представителей так называемых, всех этих сект, это люди, ну, изоблудшие люди, которые попали туда из-за того, что нет Слова. Что открыто, ну, как сказать, искренне миссионерствующих очень мало людей. Те, кто проповедует Слово Божие. Вот я бы хотел сказать, чтобы все молились за Игнатия Тихоновича, и молились, чтобы у нас появилось больше таких людей. Ну, молиться это главное. Молитвы, если нет, то ничего нет. Теперь относительно того, что вся молодежь была бы здесь, это не так. Видите, у стектантов многое чего нет, легкость. Я уверен, вот в Германии так, кто согласен служить Христу, поднимите руку. Подняли руку, все. И тут же сидят, курят, прям здесь же в зале. Видите, я видел, как, кстати, парень, девка на коленях сидит, ее облапал, поднял руку, а вторая рука девка ее обнимает сидит. У православных-то не так. У нас есть каноны, есть литургия, служба. Вот к нам приходят баптисты. Ну, заходят в храм. Ну, минут 15 постоят, тут они начинают крутиться, вертеться. Я им рассказываю, как толкует Златоуст притчу о десяти девах. Они пришли ко мне надо, молодежь. Я начинаю считать, одну проповедь они не могли высушить. Их, как, скажи, шилом кто-то в задницу тыщет. Вот закрутились, завертелись. Ну, где он там будет говорить? Ну, это Ян Златоуст говорит, они не понимают ничего. Вот этот вот поднял руку и родился. Там неблагополучия очень много. И из баптиста вот по-настоящему-то очень трудно сделать настоящего христианина. Это вертлящее христианство, как московское диванное у православных. Христианство – это подвиг. И всякие прилагающие усилия восхищают Царство Небесное. А они ни поста не знают, ни креста делают по-своему. Вот если поститься, я говорю, у нас великий пост сейчас, а вы мясо едите зачем? Ну, так, а у нас этого нет. Ну, нет, у Павла, говорит, не буду есть мясо, пить вина, чтобы не соблазнить. Православные соблазняются. Вы можете мясо не есть? Они не могут. Я узнал, что мусульмане едят сало, допустим, там, 30-40 лет назад. Свинья и всякое мясо я исключил намертво. У меня нет мяса. Нету, я забыл, лет 40, может, назад уже. Вина не буду, Павел, чтобы не соблазнить. Они этого не понимают. Они себя не укорачивают. Они плотской жизнью живут. Приходят в свое общество, прекрасно поют, сидят. Дальше выходят, как они одеты. В брюках. В брюках девушки накрашены сегодня, а это не те, которые в мое время были баптисты. Это другие. Совершенно другие. Тогда, чтобы без платка были, даже я не помню. А сейчас они все распуфыренные, накрученные и прочее. У меня знакомый баптист Лебедев приходит, старый уже. И он стал бороду не трогать. Так и на него как ополчились, да ты что с бородой, да то другое. Они ненавидят образ данный Богом. Я их знаю очень хорошо. Я у них проповедовал не один год. Не был баптистом, а давали слово. Но когда начался отток в эту сторону, обо мне разослали везде они свою энциклику, как папскую буллу. Нигде не давать. Не в Киеве я поехал, где, говорит, у нас пришло, ему не давать нигде. В Москве однажды там пришлось говорить, и там, не знаю, готовились к окрещению, почти половина сразу перешли оттуда. Это Бог делает. Они как огня боятся настоящего истинного толкования. Как раз тогда вы рассказывали, когда вы проповедовали, по-моему, какой-то сектой, когда 450 человек обратилось. Я просто сейчас запамятил. Помните, рассказывали? Да, это на Украине было. Когда обратилось. Да. А вот такой вопрос, как можно относиться вот тем священникам, которые занялись, ну, актеры, вот эти, как зовут, забыл. Это Игнатий Брещанинов их так называет, говорит, актер ничего не сделает. Монахов нет, говорит, одни актеры остались. А Хлобыстин. К отцу Ивану Хлобыстину как относиться? К отцу Ивану Хлобыстину. Как к клоуну, как к бесноватому. Он бесноватого играет, и согласно канонам, на него надо накладывать эпидемию, не причащать его и в храм не запускать. А не канон это нарушает. Если человек прикинулся бесноватым, ну, такое, как, там, царь Иоанн, как это, Абьяна, царь называется фильм, царь. Да, ну, да, видел их. А Мамонов Петр, кажется, играет. Лунгин, да, по-моему, снял этот фильм? Ну, какой, на него, посмотри, на его физиономию-то, он работать не хочет. Вот сейчас показали этого там самурая, последний это, самурая обратился-то. И он там с ним, у него роли-то все какие-то. Ну, что говорит, возьми роли, которые играет там, даже, ну, взять, Евгения Миронова. Ну, посмотри, как все это у него идет. Или Степанов играл там Мирмака. Там есть еще что посмотреть. Ну, это кривляка, ничего там нету. А мне, кстати, Степанов наш актер очень нравится. Вот Миронов не очень, а Степанов, да, вот, Мирмак такой, патриотический. Миронов – это талант. Это талант. Возьмите, как он идиота сыграл. Старый фильм и новый. А, Миронов, который современный, да, актер? Современный Миронов, Евгения. Да, Евгений, да. Который, вот этот, допустим, Апостола играет, Апостола, когда? Фильм Апостол. Да. Ну, это просто надо увидеть. Да, мне Евгений Миронов не нравится. Думаю, ни один американец так не сыграет, так глубоко, прочувственно, чтобы у него было. Или он играет в круге первом с Солженицыным. Да, с Солженицыным, да, да. И, кстати, вот вопрос о Солженицыном мы тогда с вами обсуждали, Александр Александрович, да, если не ошибаюсь. Вот я общаюсь помимо с неуязычниками, с которыми происходят споры, ругани. А есть такое явление у нас в православии, так называемые православные сталинисты, в кавычках. Как вот, может ли быть православным сталинистом, когда они начинают чуть проханов, Сталика, Федоров, когда они начинают там возвышать всю эту систему красную, антихристианскую, с этими пентограммами? Как к этому относиться? Чем это отличается? Как православный волшебник, православный террорист, православный блудник. И это то же самое, еще похлеще. Тянуться к Сталину, когда на совести этой системы около 100 миллионов отрубных голов, когда будто забутили священниками сотни и тысячи, ну, это надо быть сумасшедшим. Они... Николай Викторович Стариков такой есть, он себя позиционирует как православным человеком. И он, знаете, очень многие люди, особенно такого среднего возраста, кому за 40, 50, они как бы крещены в православии, и вот начинаешь с ними общаться, я даже знаю людей, прихожан, такие активные, они говорят, вот, Стариков это сказал, Стариков то сказал. Я стал его очень хорошо изучать, я прослушал все его за последние года три, все его лекции, книги его штудируют, там, власть, вспоминаем, ну, вот, все его книги. Я вижу, ой-ой-ой-ой-ой, это, знаете, смесь бульдога с носорогом. Он хочет нам сказать, что Сталин нам делал благо и не уничтожал христиан. Вы знаете, так делают? Это Венин был плохой, а Сталин, Иосиф Виссарионович Джугашвили был хороший. Мне как-то становится за таких православных, ну... Да они не православные, не православные, вы отбросите это слово. Они никакого отношения к православию не имеют, эти люди. Величайшего тирана, он хуже Гитлера в сотни раз. Гитлер своих не уничтожал, а этот всех своих подряд рубил, как и Ленина. Казачество уничтожить, священство уничтожить, дворянство уничтожить, офицерство уничтожить. Это демоны вырвались на свободу. Христианин может испытывать только к ним страх унижения, что на нашей стране такое появилось. Да, по поводу Сталина можно сказать, что, на моё мнение, я изучал все эти процессы, что, скорее всего, это была чисто масонско-сатанинская система, потому что вся символика Советского Союза, она имеет масонские, сатанинские символы. И если человек восхваляет этого пупыря, то он, видимо, не понимает что-то. И просто мне страшно становится, когда человек крестится, исповедуется, читает Евангелие, причащается и говорит, что Сталин был нормальный, он был патриот, русский патриот. Но как он был русский, когда он вообще был не русский? Был иудеем из Грузии. Я вот не понимаю таких людей. Да и понимать их не надо, вы о них не рассуждаете, время не тратьте. Это люди чуждые, благодати Божией. Это изверги рода человеческого, о них не надо рассуждать. Совершенно. Он избрал этот путь, пусть он идет, добирает меру отцов своих. Не надо на это никогда увлекаться. Один раз, поняли это, отойди, никогда не приближайся. А то духовник, газеты, завтра. Да, 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 прохамов. Дмитрий Дудков был. А я его близко-близко знал. Даже говорит страшно. А как это? Никак, живой он молится. Вот мы начали строить деревню. И первые дома еще себе не построили. А у меня уже была идея построить отдельный приют для ГК-щепистов. Они никому не нужны, их выбросят. Допоить, докормить. И свидетельствовать о Христе. У меня, видишь, невообразимые планы всегда. Чтобы никто не погиб, дабы все познали Христа. А они коммунисты. Ну, коммунисты старые тоже все вышли из партии. Рассказать ему о Боге, оказать ему внимание, чтобы он увидел, что есть другая жизнь. А вот мы тогда в прошлый раз говорили насчет епископа Василия Родзянко. Я вот знаю, знаете, тоже такие крайности в православии. Когда в некоторых приходах священники говорят, не читай там метаполита Антония Блума Сурушского. Ну, Сурушского или Сурушского, как правильно. Я очень люблю этого владыку. Не, так сказать, ну, то есть Родзянко не читай, не слушай. Как относиться к таким людям, которые отрицают зарубежных наших православных людей, которые проповедовали историю? Ну, как относиться? Вот знаете, главная болезнь государства – трусость и корысть. Корысть и трусость. А церковь поражена этим трижды, как писал Краснов Левитин, церковный писатель-историк. Еще как относиться? Не надо к ним никак относиться. Я с Родзянко встречался лично. Я знаю. Вот нельзя там Антония Блума слушать или что-то еще говорят. Прекрасные проповеди его. Просто замечательно. Он столько в жизни перенес. А вот они зарубежные так относятся. Ну, а как они должны относиться? Вот они заботились к себе присоединить. А сейчас католики стараются присоединить православие. Забегали. Теперь пожинайте то, что вы хотели. Ну, я вот свое мнение выскажу, что к митрополенту Антонио Суружскому, ну, Блуму, я с любовью отношусь. Я его с детства тоже слушаю. И его проповеди, его книги великолепные. И он один из тех был свидетелей, проповедников в Англии. Вот бы поучиться многим попам. Потому что многие священники, как я вот часто говорю, два притопа, три прихлопа. Ничего нету. Вот он знает только, как заработать денежку. Он знает, как, ну, мы знаем их, все, что они делают. Вы очень хорошо о них говорите, Игнатий Тихонович. Мне прям по душе, как, когда говорите правду. Вот ваши все критики, которые там вас грязью поливают. Я вот вам в прошлый раз говорил, повторюсь. Встретился с таким представителем, которые, ну, поговорили. Он видит, что человек крупный, габаритный. Совсем другой разговор. Я понял, что люди трусливые, они могут где-нибудь в интернете, там, картинки рисовать, что-то снимать про кого-то. Но если я не встречаю сильного человека, во всех смыслах этого слова, разговор становится спокойный, уравновешенный. Человек понимает, что не надо таких вещей делать. Что надо вести себя корректно. Ладно, Анях, еще какие у вас вопросы? Ну, вопросы по поводу бороды. Помните, вы мы тогда не договорили, чтобы меня критиковали? Я даже, кстати, за это время не ввел специальный. Не трогайте, и волосы обрежьте, чтобы они были сантиметра два у вас, больше не было. Уберите эти косы. Вы один раз с этим сделаете, прям сегодня же, и все стало на место. Ну, отец, акинь, вот этот длинный волос. Посмотри, я показываю, какая прическа у Яна Златолуста, у Николы Мерликийского чудотворца. Этого не было. Это бесчестье для человека. Почему житие святого Илариона Великого? Говорит, монахи каждый год в пустыне, ножом, видимо, сами себе волосы отрезали. Мужчине, это бесчестье. А какой волос? Ну вот, подойди, Володя. Вот он, гляди на него, волосы его. Вот он где. Вот, видишь? Молодец, Володя. Никита, далеко ты? Нет, он ушел. Ушел. Никита, он форсом занимается. Я, Тихонович, я просто, как сказать, я вот решил, ну, я всегда с короткими волосами носил, ну, как бы многие православные носят длинный волос, я решил, как бы, вот, сейчас отпустить, а потом постригусь. Ну, я хотел, если говорить таким современным словом, имидж сменить. Потому что я всегда короткий волос носил такой, подбокс, полубокс. А тут решил сменить имидж, я потом постригусь, обязательно. Ну, я вот пример мог бы вести, отец и каким брат ваш, он с длинным волосом ходит? Ну, неправильно, уже сколько говорю, если он не будешь сонным отрезать, мы должны сказать, это бесчестие. Бесчестие до мужчины, бесчестие. Женщина не должна входить в алтарь, 104 правило Владикийского собора. А она заходит, но она заходит, это нарушение. Так она монахиня, но она женщина. Хоть какое звание она имеет, и гумени, она женщина, она не должна входить в алтарь. Вот и все. Да, вот такой вопрос. Отец Андрей Кураев в книге своей «Вызов экуменизма» посвятил статью, ну, или статью, тему «Потерянный миссионер». Там он упоминает о отце Александре, ой, да, отец Александр Мень, да, по-моему, если не ошибаюсь, что якобы сей человек был, ну, понятно, какого происхождения, что у него есть искажения, и что все, кто обратился через его проповедь, многие уходили к католикам, что это был филокатолический автор. У Кураева есть лекции знаменитые «Православие неизвестная религия», где он утверждает и говорит, что отец Александр Мень был филокатолик, то есть его направленность была не очень православная. Как относиться к этому? Потому что, ну, как бы, национально тоже это отражается. Он был евреем, ерудеем. Как вот относиться к этому? На нашем сайте «Восвете Библии» там в аудио моя беседа с Александром Менем. Несколько бесед. Эти вопросы мы все там обсуждали, я их повторять не буду. Человек большого ума – это энциклопедист. И я сразу высказал, с чем я не согласен. Я ему там высказываю такие претензии, а мне, когда тут по радио эти пленки у меня прокручивали, по радио, по краю, говорили, как вы можете с ним спорить, это такой человек, а вы-то кто вроде такой? Я говорю, я могу, а вы не можете, потому что я говорил живому, когда он сидел рядом. Вот и все. А вы будете говорить, когда он не может еще вам ответить. Он отвечает на мои вопросы. В 20-м томе, если зайдете на мои книги, там в орден набрано, что мы беседуем. С пленки все взято. Поэтому там можно прочитать. Да, он еврей. Да, грамотный. Да, с католиком был очень склонен. И я показываю, с чем я был не согласен. Он и с переводами что-то не соглашался. Здесь я абсолютно не согласен. Никак. Синодальный перевод русский самый лучший может быть во всех переводах, какие только существуют. Четыре духовные академии занимались переводом. Двое уже канонизированы. Макарий Алтайский, Глухарев и митрополит Филарет. Кто? Хвольцин был. Павский Герасим Петрович. Им равных нет. Я отца Александра меня спрашивал, вы могли бы так переводить? Он с оригиналом работает? Он говорит, да, конечно нет. Он не переоценивал себя. Я у него причащался. У меня было его проповедение. На 16 часов где-то пленка лежит. Записи. С проповедью. Так. Поэтому судить мертвого, что говорить? Только одно. Господи, упокой. Раба Божия Александра в обителях небесных. Говорить уже не надо. Ничего. Да. Ну вот вопрос тоже. Я к нашему профессору Алексею Ильичу Осипову очень хорошо отношусь. Но я обратил на такую тенденцию. И, кстати, я смотрел тоже монолог с последователем Осиповым. Но я обратил на него не только на этого последователя. А обратил на многих людей, которые под влиянием профессора Осипова говорят, вот Игнатий Бореченинов это сказал, Игнатий Бореченинов то сказал. И у человека происходит такая странная ситуация, когда он затмевает Евангелие и затмевает самого Христа. Как вот человеку объяснить, что прежде для нас должно быть Евангелие? Святые отцы и святые, они нам помощники. А то бывает у людей, что они ударились в какую-то книжку какого-то святого автора. Вот, допустим, я Антонио Великого очень люблю, но прежде для нас Писание. Как вот человеку объяснить, который застрял? А так, Исаия, 5 глава, 20 стих. Если они не говорят, как Слово Божие, нет в них света. Нет света. И весь ответ. Профессор, не профессор, нам зачем этими званиями путаться-то? 8, 20. 8, 20. А, 8, 20, да. Посмотрите, там, я сейчас считал, что 5, 20. Нет, 8. 8, 20, да. Нет света. Нет. Если будет говорить не так, как написано, это Галатам 1, 8, 9. Галатам. Анафема. Ангелы слева или мы? И поэтому Анафема, и больше разговоров никаких нет. Он говорит, там, где гиперболично, Гипербола. Иоанн Златоуз говорит, Христос воскрес, и ни одного в Ааде. И он буквально берешься, всех вывел из Ады. Да никто не так не учил. Это гипербола. Написано, говорит, и холмы прыгают от радости, как овны. Никогда холмы не прыгали. И Ордан повернулся спять. Он никогда не поворачивал спять. Это в Библии написано. Это гипербола. Он на незнание людей, на тупости играет. Он играет. Сам бритый, в галстуке, масон может быть. Я говорю, сколько он людей перепортил, которых за это время учился. При советской власти быть профессором, когда священники не пропускали. Это полностью делать то, что они говорят. Ему программу кто составлял. Поэтому к нему отношение сегодня одно. Потому что надо с учетом того, что дальше было сказано. Ну да, сдержан. Профессор Ротцов, на мой взгляд, его лекции интересны, полезны, но они могут быть, как у любого автора, когда человек начинает затмеваться, когда человек затмевает Христа. Для нас же Христос свет. А бывают случаи, когда с человеком общаешься, и видишь, что у человека есть какой-то такой, как сказать, небольшой... Понятно. Я уже сказал, от него отойти надо. Что? Для меня он не был авторитетом никогда. Но я ему посылал к истинному православию отдельный материал. Он все одобрил. Я по телефону разговаривал, лично не встречался. Так, у нас сейчас будут, наверное, уже занятия, да? Все. А, занятия, да. У нас сейчас занятия по скайпу будут идти. Хорошо, хорошо. Слава Христу, до свидания. С Богом, до свидания. Увидимся, с Богом. Так, я вам не сказал, что у нас все выставляется в интернет. Вы не против, что записано? Нет, не против. Во славу Христа. Во славу Христа. Ну смотрите, через неделю могут стоять два ролика. А, хорошо. С Богом. С Богом. С Богом, да. Ну, давай.